Хорошее не отдадим Давайте сначала начнем с того, что мы представим все эти линейки Сейчас, сейчас, сейчас Одиначки Значит, по введению Чтобы не занимать ваше драгоценное время В перечне Около 50 номинований Которые вы найдете Я вкратце Посвящу Таинство Декоративных покрытий И скажу следующее Что Все разнообразие Которые вы включаете На рынке декоративных покрытий Все можно поместить На ладошке На одной руке Как бы это не звучало Так Так Если Вникнуть в суть вещей Получается В декоративе существует несколько позиций А именно Структурная модельная масса Это Материал Наполнителем Он может быть Чуть больше миллиметра Чуть меньше миллиметра Но Главное Чтобы вы понимали Что это Структур В нее Можно делать Завельтины Можно делать Мерамарины Можно делать Барашки Караеды Кто как Это Называется Запомнили Да? Вот это получается Дальше В декоративную структуру Входит опять Не важно Будет это крупная фракция Или более мелкая фракция Если присутствуют фракции Дальше Есть так называемая Факторная Или рельефная Модельная масса Что сюда можно внести? Это Модельная масса Которая В своем Наполнитель Наполнитель Уже Очень мелкий Это Как Паста Как Краска Как Известковое Тесто Сюда Венеция Это Мацель Что еще Другие модельные Массы Которые Мы Когда Изберем Мы Не чувствуем Большой фракции Пудра 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 Замешана Это Материал Который Не дает Материал Трещать Мы Можем Делать Модельную массу Делать Делать Фактуры И они Держат Объем Они Не Будут Дальше Что у нас Остается Краска Краска Тоже Можем Отнести Сюда В Реек Небольшие Реек С Обычной Краской Тоже Следующее Лаки Лазури Лазури Они Синтетические Или Натуральные Это Получается Что у нас Фриломудровые окраски Ну и практически все Вот у нас Получается Лаки Лазури Воски Патины Сюда Фрилография Это Фриломудровые Рельефные Рельефные Фрактурные 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 Вот Получается Пять Позиции И всего Равнообразие У вас Создалось Какое-то впечатление Декоративка Вот У вас она Поменьше Она И начнем Хотелось бы начать Наш Настер-класс С Самых Таких простых вещей А именно С Паттином Паттином Кто думает Ну Какие там предложения По поводу Паттином Что такое Паттином Мы все Воспознали По поводу Паттином Есть ли Это предложение По паттинам Что такое На вашу Росту Светер Светер Ну что она Представляет Это лазурь Это воск Это полупрозрачная краска Воск Лазурь Лазурь Так вот Получается Паттином Это полупрозрачная краска Здесь например Взять лазурь Или лак И смешать ее с краской Один к этому Мы получим паттином Ну я щас не буду там Схимию Главное что вы понимали Паттином Это полупрозрачная краска Взяли лазурь Вот Смешали с краской Получили паттином 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 Полупрозрачная краска Вы ее монетиколировать Что она с вами представляет Почему Именно На эту позицию Я хотел бы обратить внимание Она В Унбре Такая Для Не только для начинающих Она Вообще Мы ее как-то На нашей территории Мы как-то ее Упускаем из виду Хотя помню Когда мы начинали Своей деятельность второго Мы ее очень широко использовали В прошлом видке Не так давно Так было Что мы делали Мы делали подложку Под нее Цветную И уже делали Уложили паттину Мы ее декорировали Это могли быть Кисть Это могла быть губка Это могла быть Фактурный валик Это могли быть Шпателя Если вы помните Такие техники Мульти-депорчики Всевозможные Вот это все Сделалось С помощью паттином Она могла быть Лазурь Просто с краской Это была такая Патина Монохромная Если добавлять цвет Или могла быть Криломутровая патина Если мы куда-то Просто лак Добавляем Криломутровая патина Чем она хороша Что у нас У меня есть стенда Вот у нас У нас Есть стены Выкрашенные Клоновые И вот этим Клоновым стендом Если мы оттолируем Паттином Такой же цвет Или возьмем эту же краску Которую мы сделали И подложим И добавим туда Криловую 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 Мы получим Паттин И добавим цвет Даже не только Вот это Криловую 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 Это будет Самый Простой Самый Экономичный И Для нашей Территории Самый Баттин Может быть Постреванный Потому что Многие Ухотят обои Они хотят Покраску Он может Вот это Покраски Это же фанты, которые доклировали нам в офицентрах, мы используем лапы, лапы и росты, и делаем его патин. Хорошо? И дальше. С той же патиной мы можем учиться делать полупрозрачный механ. Патин нам позволяет отточить какие-то навыки, которые нам пригодятся, потом заказать работать. Дальше. Патин. Потому что у нас подложка этого букмета. Патин уходит где-то. Я могу такую легкую. Вот так зайдешь в помещение и не всегда поймешь, с чего это сделано. Пока не подойдет, и не увидишь, что там на что добавить. Это что касается патин. Рекомендую вам попробовать. Дальше. Патин сказал. Пронес вам, что из этих же патин мы можем делать такие техники, как как она была, а-ля Венеция. Я использую несколько цветов этих патин. У нас я полирую я. Я сейчас использую патин. Я сейчас использую патин. Я сейчас использую патину. Это перламутровая патина, и это перламутровая патина. Яркий показатель того, что можно делать с патиной. Первый слой золотистый, здоровье слой серебряный. Кто понимает, что это тоже патина, только по фактуре. Обычная патина. Вот эту вещь я тоже назвал бы металлизированной патиной. То есть любую прозрачную краску можно назвать бакерой? Да. В этом случае получается полупрозрачную массу, лазурь, можно так ее назвать. Добавили металлизированных порошков и получили эффект, когда при окислении получили вот такой окесть железа. Это металлизированная патина. Это так, чтобы было, если мы уже говорили о патине. Вот тоже вариант с патиной. Когда мы, например, сделали фактуру и положили сверху бакерой. Тот же вариант с патиной. Только здесь, получается, в модельную массу мы добавили цвет, и еще сверху прошли со сверху. Это мармарин, да, заглажив. Хорошо. Дальше по патинам по эффектам я рассказал. Теперь что у нас? Венеция. Венеция краска. Уже сказал, да. Тот же Марсель. Можно тоже ее как внести, как краска, как вот, там, рельефная, как я говорил, да, там, фактурная. То есть с нее можно делать, так сказать, рельефная и фактурная патина. В частности, ну вот представьте, что вот этот вариант. Тот же самое можно делать и с Венецией. Тот же можете взять на вооружение. Тот же можете взять на вооружение. Те модельные массы, которые не имеют такой патинфарки, Тот же можно делать в Венецию. Можно делать, добавляя, там, вальфы, в воду. И можно делать такой патинфарки. Заводим отеля. Тот же Менецией. И у нас остается вот такие фактурные или структурные, да, материалы. В частности, там, по-моему, где, да, какая-то, трухная, там, провинтин, да. Возьмите, да, потом могут быть, как-то, как-то, как-то там... Тщань. Это, может быть, белье. Да, должен быть белье. Это, собственно, нахуй, сколько-то здесь. Возьмите, куку, куку, которая можно поставить, загладывать. Вот она только рельефная, ее можно сделать в лапке. Ее можно моделировать леночкой. Дальше что мы можем еще делать? Мы можем смешивать наши модельные массы, которые в такой крупной фракции, с модельными массами, которые с фракцией и добиваются от различных проститатур, которые бы подвесили нашим, чтобы если они нам равны, между собой их можно смешивать. Если они на звездовой основе, то можно смешивать между собой. У нас есть звездовый кроментир, есть звездовый мармолит, есть звездовый ленин. Свернется. А как тогда скипать и положить на излисть? После высыхания, пожалуйста. Сырой они смешивают. Когда она уже высохнет, я бы, конечно, воздержался. Я бы, например, тоже делал бы лазурь и патилы на той же звездковой. Но это же другая история. Это мое мнение. Технолог вам дает добро, что можно высохло вложить крючки на звездку. Я бы, так сказать, делал бы по-другому. Ну, это другая история. Ну, можно, можно. Хорошо. Тоже самое крыловый лак можно, да? Ребята, это мое. Я не буду сейчас внедряться, так сказать, в гебри, так сказать. Ну, пока вам не надо. Сказали, что можно, значит, можно. Мнение может разделиться. Это я говорю, что мое мнение, оно может быть ошибочным. Главное, что я вам донес, да, что это, опять-таки, структурка, рельеф, фактурка, модельная масса, то есть перламутровые окрасочки и лазурь и воски патинки. Вот у вас получается перламутровый патин, и все это у вас повторили. И то, что можно между собой и сличить. Это то, что хотел вам донести, Игорь Петрович. Традиционный мастер-класс начинаем с травертином. Мы им презентовали обычно травертин у нас бежевого цвета с темным камушком. Смотри, пожалуйста, паншет. Вот, живой. Живой, а же не надо, да? Вот. Имитация темных камушек. Вот такой внешний вид у него. Коричневый, бежневый. Олег пришел после какого-то объекта и буквально позавчера просил сделать белый. Помельче. Основу. Основу. Отрет. 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 Такая ты развел, Петрович, ты развел? Его? Да. Отрет. 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 Здесь фракция 05-08. Отрет. Отрет. Паркции. Отрет. 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 Берем поверхность, квадрат, квадрат. Что еще? Может цвет какой-то? Да не надо. Мы его попробуем заполировать, как раз будет полироваться и сразу оттестируем. Почему возникла эта идея с мельчей фракцией? Я делал на объекте, это была внутренняя отделка, это был такой небольшой коридорчик. И мне показалось, что для такого небольших помещений тот материал наш традиционный, наш ревентил, он больше подходит для фасадок и для помещений с больших объемов. Это может быть лестница, может быть каминный зал, то есть там где-то такая нужная монументальная декоративка. А вот для таких мелких мне посчиталось, что он мне очень понравился, его открытый момент, его пластичность. Но я попросил, говорю, Игорь, если возможно убрать крупную фракцию. И вот этот материал сегодня у вас, и у меня этот, я еще его не тестировал. 0,2 фракция, да. То есть это, будем так говорить, по фракции он будет напоминать наш мармарин, наш браката, да, рельеф. Нет? Больше рельеф. И еще мельче? Нет, браката не при чем. Ну хорошо, рельеф. Рельеф. По рельефу, по мармарину, да, они похожи. По кварц грунту? Да. Похожи. Вот, получается, такие близкие по его фракции, к нашему травентину, последнему, к перфектину, наши материалы, как рельеф. Нанеслись на поверхность и формируем рисунок. Так как этот материал меньше, его можно, я думаю, променять и поролоновый валик. Во, 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 во. Да. Вода. Да, 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 да. Сформировали такие вершинки, кратеры, вершинки, рисунок. И оставляем ему подсохнуть минут на 15-20. Можно с щеткой, но так как он мельче, можно валиком пролололить. Есть заводские повраки. В том, что проспособиться. Пробовали валик для пазлов. Он создает квадратный рисунок. Упорядоченный. Для самого ровного? Да. Он четкий. Четкая геометрия, она не красиво смотрится. Для этого есть хороший способ, чтобы убрать эти геометрии. Просто наносить не гладко, а первое слое. Расход. Вы будете квадратных метров за один раз делать? Сколько размер, какой наносить на один раз? Если вы одни сами работаете, то до 10 метров. Если вдвоем, втроем, то до 100 метров. Мочалочка есть? Такая? Такая. У нас там платино есть? Сейчас я нанесу. Ты еще хочешь что-то? Ковинтин? Нет. Сейчас я... Стоит планшетка. Да, вот планшетка. Я не вижу. И пока рове пин подсыхает, нанесем имитацию бетона сделаем. С материалом. Как материал у нас называется? Арт бетон. Арт бетон. Такая позиция по прайсу. По прайсу. 23я позиция. 23 позиция 23 позиция бетон загрунтован на грунт красной поверхности наносим равномерным слоем по своим свойствам этот арбитон который сейчас делает Игорь Петрович он похож на Марсель 21 позиция также можно бетон можно сымитировать и нашим рельефом можно сымитировать и в принципе и Венеции можно сымитировать один из вариантов если есть арбитон то здесь просто в этом варианте пользовался похожим материалом на Марсель но если например мы возьмем там арбитон такой вот сейчас он делает вот этот вот вариант получится нет это с вот арбитон похоже на наш Марсель если например мы возьмем тот же провинтин нанесли на поверхность более-менее потом берем такую пленочку и прикладываем вот все знают когда наносили марсельский воск делали имитацию жаркие закручивали выдавливали в воздух максимально здесь максимально воздух выдавливать не надо крутить не надо его более-менее разгладить здесь те раковинки которые остаются они создадут свой эффект бетона ракушки такие ракушки да от опалубки при желании можно дырочки можно так назвать ну раковинки при желании можно сделать сразу расшивку какую-то как бы один из секретов как его получить более-менее красиво пленку надо снимать не на себя а вбок и когда мы делали имитировали жарку на марсельском воске нам надо было дождаться полностью часа два-три когда материал схватится чтобы он не отрывался а здесь наоборот мы по-сорому все сразу делаем получаем атакует эффект и когда будет подождать когда будет уходить влага исчезнет глянец влажный глянец и мы его заполируем по желанию следующий 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 продолжим прошло какое-то время проведены просуды да да они у него сами берем пульверизатор распалитель обычная водичка смачиваем поверхность и заглаживаем мы формируем рисунок который мы хотим увидеть для чего смачиваем водичкой шпатель чистый поверхность практически приглажена то что если будут какие-то небольшие потеки от воды это все уходит при высыхании ну часа через два к нему вернемся и переполируем до этого его настоящее открытое время что ты спрашивал за марокканскую штукатурку вот тоже туда же можно и определить как марокканская штукатурка да да давай что там хочешь что я хочу сейчас даже не знаю у него не знаю что не знаю есть что вот 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 я вот она вот и Помните, я в начале мастер-класса упомянул, что про патину, километровая патина, сказал, что обычная патина, тогда мы возьмем лак водорастворимый, в нашем случае это глянцевый лак будет, и возьмем километровую краску, в нашем случае это будет мокрый шок. И сейчас мы на ваших глазах сделаем, я стараюсь сделать, так сказать, километровую патину. Для этого смешаю нашу лазурь, в частности лак глянцевый и декоративную краску километровую, в частности, в нашем случае это будет мокрый шелк. Чтобы было просто пятно, у вас было представление, как работает одно и другое. Если, например, я возьму только мокрый шелк. Сейчас вы увидите, как он работает, как он перекрывает. Вот я возьму какую-то часть, нанесу. Если в тонком исполнении мокрый шелк, то, по идее, он тоже может читаться, как, или мы можем его, так сказать, рассматривать, как километровую патину. Именно мокрый шелк. И чтобы было понятно, почему я говорю про патину, что она полупрозрачная. Заметьте, что если бы, например, это была декоративная краска, такая пулотная, то мы практически перекрыли бы нашу фисташку. То есть она просто, ну, если бы мы еще отколировали бы нашу декоративную краску в определенный цвет, то мы просто бы перекрасили. Ну, а если бы это была бирюзовая, то она превратилась бы в чистый бирюзовый. А так, получается, за счет того, что, можно назвать, что это полукроище, или даже так назвать ее, перламутровая, наверное, воск, я бы вот так его назвал. То вот она получается, как перламутровая, помните, я говорил, что, как лаки, лазурь и воски, можно туда же прилить, как патин. Вот она, она служит, да, перламутровая, может служить, как перламутровая патин. Если нам нужно, так сказать, добавить каких-то эффектов, то мы можем использовать или пластиковый шпатель, или, как в этом случае, это будет резиночка, белая резинка, это для мойки окон. Можно там, ребята используют там пластиковую вагоночку или там плинтус с таким краем, если вы помните, есть такой мягкий. Вот тоже можете использовать, можете использовать тот же пластиковый шпатель, если у кого-то там достаточно будет, так сказать, какие они, разных размеров, один миллиметр, то есть он там, вот такие варианты. И что, прошли, положили материал, и потом шпатель, ну, шпатель, или резиновым шпателем, его разбываем, то есть получается, что мы сверху ушек убрали лишнее, да, чуть попало туда в глубину. Если бы это у нас был контрастный цвет, то получилось бы, как в этом варианте. То есть получается, да, в падинке попал бы материал, а верхушке мы стали бы... ... ... ... Продолжение следует...